В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! На разных берегах. Вот уже пять лет, как жители 16-этажки на шестой просеке ждут, когда застройщик компании «Берег» выполнит работу над ошибками. В суде люди доказали, что при возведении их дома были допущены нарушения. Они привели к печальным последствиям – трещинам на фасаде и холоду в квартирах. Одного судебного решения, казалось, недостаточно. Последовали дальнейшие баталии. Итогом стало мировое соглашение, согласно которому компания должна таки утеплить весь дом. Между тем, на календаре уже середина июня работы пока так и не начались. И люди опасаются, что бизнесмены вновь найдут зацепки, чтобы отодвинуть сроки. Чтоб снести старинный дом, динамит огрянул гром. Не взорвался старый дом, рухнул новый за углом. Шутки про качество строительства всегда были популярны, но только не среди тех, кто на собственном опыте убедился – хочешь жить в хорошем доме – построй его сам. Я взял болгарку, разобрал две стены. Сами? Сами, вот этот пенобетон. Я снял, снял пенопласт и увидел дырки в щели. Прямо вот улицу видно насквозь. Термометр на полу показывал 12 градусов, в воздухе 14. Я заставил строителей переложить все стены. У меня в профиле Ташкент сейчас. А вот умение бдительных жителей трех домов на шестой просеке теперь в квартирах крайний север. Детская комната продувается со всех стен. Я скотчем залепила, и вот 10 лет мы на скотче. Просто дырки и дует оттуда. Комната туда, а туалет там, и двери хлопают сквозняк. И не надо в окно смотреть, что на улице ветер начался. По дому, по квартире ходит ветер. Обои рвутся, и трещины в стенах. Трещины эти щелкают. Вот мы ложимся спать, у меня дети омывают. Мама, что такое щелки? Ударили молотком, как будто по стенке по бетону. То есть даже непонятно, что это вот такое. 12 лет назад, когда только шло заселение, рассказывают жители, а среди них есть и ветераны войны, и маленькие дети их убеждали. Подождите, вот въедут все новоселы, и все наладится. Но со временем стало только хуже. Помимо непогоды в доме, люди вынуждены переплачивать за тепло, поскольку батареи, по их словам, больше топят улицу, а не квартиру. Ну как можно так? Новый дом, а дом продувает. Почему продувает-то? Он должен быть такой монолитный, и должно быть тепло в нем, жарко бы, а у нас люди мерзли. Вот эти три дома, они первые сдавали. Я думаю, что на нас просто экспериментировали. Пойдет, не пойдет. Потом они учли все, естественно, о грехе, и уже такие же дома обшивались утеплением. Ну а мы остались, как экспериментальные кролики, остались ни с чем. Юлия Карасова, управляющая сразу трех ТСЖ, Радужный 1, 2, 3, признается, несмотря на оптимистичное название, дела у них из рук вон плохие. И чтобы убедиться в этом, не нужно быть специалистом. Достаточно взглянуть на фасады домов. На них белым отмечены те трещины, что удалось замазать. Это я вообще даже за трещины не беру. Ну постепенно, вот да, он камень, видите, даже он уже внутри пол, и он будет проваливаться. А вот это внизу, это еще глазом как-то видно, а наверху вы вообще не увидите. Вот альпинисты лазили, они говорят, ужас, что творится, потому что у нас растрескание стен 80%. Ну тут, видите, вообще, вот видите, высыпалось окно, и оно будет сыпаться, вот оно постепенно разрушается, оно будет сыпаться, кирпичи могут выпадать. Дом разрушается, ведь он полый внутри бессер. Вот видите, вот он зашел здесь в воздух и пошел по стене, и охлаждается весь дом целиком. К камень, что весь исчерчен трещинами, немецкий кирпич бессер. По своим техническим характеристикам материал не только красивый, но и способный удерживать тепло. Это в теории. Но на практике, говорят жители, все вышло иначе. Бессер оказался не очень жизнеспособным. Ну, наверное, да. Наверное, его надо было закрывать. Зачем закрывать такую красоту, вообще-то они специальные дела, за это деньги лишние берут. Он вообще-то очень дорогой. Бессер-то классный, надо делать человечески руками. Я привык, что нас всегда обманывают. И поэтому я подстраховался и следил за тем процессом, когда строили дом. У моего соседа, когда сняли обшивку, там просто щели, просто были дыры. Я видел улицу у них. Я прорабу со своей квартирой говорю, смотри, вот соседний дом, вот этот. Отсюда видно, от меня видно щели в блоках. А что прораб-то ответил? А прораб сказал, не смотри на эти щели. Дом принят. Принят. В каком состоянии, как он есть. Лиманский подписал в свое время. Чего он только не подписал. Наш дом, наверное, никто из них в глаза не видел, скорее всего. А мы теперь вот мучаемся. Сначала, рассказывает управляющая ТСЖ Юлия Карасева, люди просто писали жалобы. Про стопку писали директору дома 75 о том, что стены не держат тепло при любой температуре на улице. Это марш 6-го года. Этот дом только, то есть, три года как эксплуатировался. Затем, в том же 2006 году, жители одного из трех замерзающих домов 125-го, наконец, обратились в суд. С требованием обязать ООО «Дом-75», это контора, входящая в группу компанию «Берег», непосредственно занималась возведением здания, утеплить весь дом. Экспертиза, которую люди сделали за свой счет, подтвердила опасения. Была нарушена технология строительства. Служители ФИМИДы в итоге встали на сторону жителей. Экспертиза, конечно, нас поддержала. Когда пришли, они вообще говорят, как вы существуете в таком виде. Несмотря на то, что в решении суда от 17 марта 2010 года было четко указано цитата «Локальное утепление наружных стен дома не позволит в полном объеме восстановить права граждан», застройщик по-своему прочел этот вердикт, доведя до ума лишь квартиры истцов. Понятно, что всему замерзающему дому это было как мертвому припарка, и жители вновь подали иск. Его результатом и стало мировое соглашение, заключенное еще в конце 2014 года, и исполнение которого люди ждут по сей день. Согласно достигнутому компромиссу, компания «Берег» взяла на себя обязательство по утеплению всего дома, а жители сняли свои финансовые претензии к застройщику. Но время идет, а работы пока так и не начались, и потом люди подозревают худшее. Вот обещают каждый день, но мы ждем, должны были начать уже, с 1 мая должны были завести материалы. Переживаю, что в этом году нас опять как-нибудь прокинут, на каких-нибудь основаниях найдут какие-нибудь основания, и опять нас пошлют. Если уж вы приехали, доведите дело до конца, пожалуйста, чтобы у нас это был, это ремонт, потому что назначили, чтобы его провели достойно и своевременно. Раз увозьмутся, чтобы делали качественно. Ну а что же на этот счет думают топ-менеджеры группы компаний «Берег»? Увы, но в формате интервью строители отказались общаться, предпочли эпистолярный жанр. На мой запрос мне прислали весьма лаконичный ответ, что по условию мирового соглашения утепление фасада дома номер 125 будет произведено до октября 2015 года. Выбрана подрядная организация, установлен график работ. Ну хорошо, если так, обязательно проверю. Но все же многие вопросы, которые я бы хотела задать бизнесменам, так и остались риторическими. Например, так лично мне непонятно, почему на компанию со столь в общем-то порядочной репутацией случилась такая проруха. И что делать жителям домов 135 и 141, которые с одной стороны братья-близнецы со 125, у них такой же квартирах ледник, а с другой они остались за бортом, поскольку в отличие от своих более шустрых соседей пропустили пятилетний гарантийный срок, когда через суд можно было бы воздействовать на застройщика. Между тем, список претензий жителей не ограничивается только проблемой утепления. Во всех трех домах, рассказывает управляющий ТСЖ, людям за свой счет приходится доделывать пожарную сигнализацию, иначе им грозят большие штрафы и менять коммуникации. Но разве это дело удивляется ТСЖ? Дом, можно сказать, только-только избавился от статуса новостройки, а у него, ну разве только что, крыша не течет. Мы красим, чтобы они не гнили. Вот этот кусок меняли, не успели покрасить. И вот так вот мы каждый год меняем по куску трубы. То есть, а дому еще только вот 10 лет, по сути дела. Еще, а уже почти все трубы в подвале переменены. Канализационные вообще были в безобразном состоянии, хотя мы их начали менять. Вот все пластик, это все мы меняли. То есть, изначально была чугунина, и сделана тоже некачественно. То есть, она и текла, и трескалась. Все текло, не работало, не функционировало. Возможно, это было виновата еще частичная обслуживающая организация «Берег Комфорт». Возможно, изначально ставилось оборудование не совсем качественное. Так что, если представители «Берега» все же изъявят желание пообщаться, я готова выслушать их позицию. Независимые же специалисты говорят, пример с шестой просекой отнюдь не единечен. Наиболее частые нарушения происходят как раз именно на этапе монтажа. Так, в проектной документации, как правило, не возникает вопросов. При этом, самые распространенные дефекты, рассказывает Елена Зубкова, директор Федеральной лаборатории судебной экспертизы, некачественно установленные окна, плохая гидроизоляция подвалов и сбои в технологии утепления. «Нарушение герметизации стыков между стенами, нарушение герметизации стыков в местах примыкания балконных плит к квартирам – все это к чему приводит? Приводит к промерзанию. Конечно, эти дефекты очень сложно выявить жильцам на момент приемки квартиры, особенно если эта приемка происходит в теплое время года. Ну, понятно, да, люди въезжают, они видят только конструктивные характеристики квартиры. Этот дефект устраним. Вообще дефекты, возникающие на этапе монтажа, в большинстве случаев являются устранимыми. Безусловно, он требует значительных затрат, но так или иначе спасти ситуацию возможную. Что в этой ситуации можно порекомендовать и посоветовать? Естественно, работать с застройщиками, проверенными по возможности. А если речь идет о новом жилье, то, наверное, уже нужно заранее какую-то сумму денежных средств закладывать на то, что когда ты делаешь ремонт, ты сразу автоматически и утепляешь стены, и делаешь стяжку хорошую, и делаешь кирпичную кладку. То есть ты, по сути, возводишь объект внутри объекта. Эксперт в сфере оценки имущества Алексей Ульянин сам в прошлом обманутый дольщик. Его история – классика жанра. Компания «Банкрот» достраивает дом. Людям пришлось за свой счет. Только за утепление квартиры пришлось выложить, признается Алексей, порядка 300 тысяч рублей. При этом еще и рискуя нарваться на штрафы от госжилинспекции. То есть утепление фасадом, пенопластным, то, что мы делаем, мы рискуем, по сути, нарушаем требования закона. Но, с другой стороны, жить в квартирах, в которых зимой по 15-14 градусов тепла, и тапочки, я извиняюсь, примерзают к полу, просто невозможно. Жителям шестой просеки в этом смысле повезло больше, уверен эксперт. Компания, возводившая их дома, до сих пор на рынке, а значит, нужно более активно с нее требовать исполнение судебного решения. Масса возможностей у застройщика к тому, чтобы затянуть. Есть судебное решение? Да. Должен? Должен. Ну, сделаю когда? Ну, когда-нибудь завтра, послезавтра. По факту решения проблемы не происходит. Берег компания работающая, функционирующая, насколько я знаю, она не в стадии банкротства. Это уже, скажем так, позитивная информация, с которой нужно работать. И существуют разные инструменты для того, чтобы понуждать строительную компанию судебное решение выполнять. У нас надзорные органы есть, пусть они проведут проверку, по какой причине строительная компания не исполняет решение суда, какие такие веские обстоятельства, и понудит их эти решения суда исполнить. Надеюсь, до вмешательства надзорных органов не дойдет, и Берег выполнит свои обязательства, на этот раз в полном объеме. Что же касается тех двух домов, что пропустили гарантийный срок, то единственная их надежда зажить по-новому, это досрочно попасть в программу капитального ремонта. До утепления одного здания прикинули в ТСЖ обойдется в среднем в 7 миллионов рублей, и самим людям такие расходы уж точно не потянуть. Можно собирать годами, а люди будут мерзнуть. Я считаю, что наши дома, по сути дела, в аварийном состоянии. Несмотря на то, что они новые, они все продуваются, и жить в них очень довольно-таки сложно. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Надеюсь, застройщик все же проявит себя с лучшей стороны, и ближайшую зиму жителям, по крайней мере, 125-го дома уже не придется мерзнуть. Продолжение следует. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин